Насколько я согласен с тем курсом латвийского правительства, который у него есть, находясь в Европе? Нет, не согласен. К этому, к сожалению, есть определенный подход со стороны Брюсселя, который не все страны выполняют, но такой подход есть. Это то, что для всех стран вырабатывается, грубо говоря, одна и та же политика. То есть независимо от того, являетесь вы Германией, Греции, Латвии или Эстонии. То есть у вас один, так сказать, универсальный список рекомендаций для того, что вам нужно сделать. То есть я такой подход по выставлению диагнозов больным по средней температуре в больнице я не считаю правильным. То есть я считаю, что каждая страна находится относительно своей уникальной ситуации и со своими уникальными вызовами и проблемами, что эта страна должна в первую очередь все-таки решать свои проблемы, а не более-менее следовать какой-то разнарядке. Латвия является, я даже сказал, больше одна из редких стран, членов Евросоюза, которая настолько считает неправильным, я бы даже сказал, думать своей головой и старается больше ориентироваться на то, чтобы беспрекословно выполнять те указания, рекомендации, которые идут из Брюсселя. Я считаю, что то, что было сделано в 2009-2010 году, то, что было положено на алтарь присоединения евро, такие жертвы приводить не стоило. Я считаю, что присоединиться к евро можно было бы и позже, избегая всех тех жертв, которые именно на этот алтарь были положены для так называемого преодоления финансового кризиса. Экономист с более-менее стандартной подготовкой и так далее вам однозначно скажет, что в такой ситуации необходимо было девальвировать свою национальную валюту. Но дело в том, что если бы произошла девальвация своей валюты, то это закрыло бы путь в еврозону на определенное количество лет.